Дзюдо Хакасии 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 И я уже говорил, что накануне была договоренность, и была оказана уже нам с Республиканского фонда некая помощь. И Виктор Михайлович хотел лично убедиться в том, что это деньги не впустую, а именно реальная реализация объекта. И когда он посетил, он был крайне удивлен о том, что на сегодняшний день мы еще находим силы в столь сложной экономической ситуации открывать залы. И рекомендовал всем всячески оказывать нам содействие. Вячеслав Сергеевич, скажите, а какой период сегодня переживает дзюдо в нашем регионе, несмотря на непростое время? Ребят становится больше, желающих заниматься спортом. Очень. Я почему-то заострил это внимание. Я не скажу, что дзюдо где-то было на задворках, оно всегда было в передовых. Ну, как бы мы, последних там шесть лет мы получили колоссальную поддержку от Министерства спорта, от председателя правительства в том, что именно был совершен некий скачок. Ну, он не на пустом месте, была база, серьезная база, и были мастера спорта, и сборники. Но, скажем, мы пошли тем путем, мы начали основную деятельность свою, это с популяризации вида спорта, что и дало толчок большой. А каким образом вы популяризировали? Вот на протяжении шести лет мы проводим каждый год, и не одно. То есть в году у нас в республике проходят всероссийские соревнования. То есть это одна, я считаю, из составляющих именно популяризации вида спорта. То есть у нас прошло за шесть лет шесть сибирских федеральных округов по разным возрастам. Очень важно, что мы сейчас акцентируем внимание именно на преемственности поколений, чтобы дзюдо, оно было от маленьких и до мастеров спорта. И ребята, как правило, у нас мы имели такую тенденцию, что после 11 класса у нас ребята уезжали. На сегодняшний день, вот в третий год, в третий год мы уже оставляем тех ребят перспективных, которые хотят заниматься дзюдо, продолжать им заниматься. Мы оставляем их в республике, они поступают в учебные заведения именно нашей республики и продолжают свою спортивную карьеру. Здесь уже это очень важно, и в этом способствовало решение председателя правительства о том, чтобы утвердить стипендии ведущим спортсменам. Сейчас на сегодняшний день все сборники, то есть по всем видам спорта, то есть начиная от сборной юношеской, юниорской, взрослой, они все получают стипендию председателя правительства. Это очень важный шаг был сделан для того, чтобы именно стимулировать спортсменов не уезжать. Как бы мы ни хотели, но после 18-20 лет у ребят это становится их профессией, которая, ну, как и любая другая, она должна быть оплачиваемой. На сегодняшний день мы имеем два сборника России. Одна у нас по женщинам, Наталья Малюкова, является членом сборной России. И вторая воспитанница, это Аскарова Александра, она является членом сборной России среди юниоров. И вот у них, у обоих сейчас предстоят международные соревнования, где примут они участие и уже принимают в этом году. Ну и подрастающее поколение у нас идет юноши, юниоры, младшие. Очень большое количество соревнований мы проводим среди детей, начиная с 6 лет. Вот, я посмотрю, буквально сейчас, мы недавно отчитывались, за 2017 год, в городе, в республике было проведено 18 мероприятий. Ну, это практически два мероприятия в году, ой, в месяц. То есть мы у себя, то есть на уровне городских, перенос школ, перенос городов, перенос республик, всероссийских соревнований, все это на разных уровнях проводится в республике. И это дает плоды то, что идет популяризация, и дети идут. Вы проводите действительно огромную, можно сказать, колоссальную работу по развитию данного вида спорта. Не каждая федерация может похвастаться, ну, такой вот материально-технической базой, количеством залов. Скажите, вот на сегодня, много ли залов в республике, открытых для ребят, вот именно желающих заняться дзюдо? Скажем, у нас получается город Абакан, 4 спортивных зала. Город Черногорск у нас, 5 спортивных залов. Вот сейчас мы открываем, это будет 6-й. Город Сайногорск у нас, 2 спортивных зала. Ну, как я сказал, у нас традиционный Аджиникидзовский район, то есть там и в деревне Копьево у нас работает секция, и в селе Копьево работает секция. География дзюдо в республике, надо отметить, в этом году у нас расширилась. Прибавились у нас 2 региона, где до этого никогда не было дзюдо. Это город Сожск, у нас воспитанница училища Олимпийского резерва. Сейчас, с сентября начала преподавать дзюдо по малышам. И Ширинский район, село Соленоозерск, то есть на базе школы, тоже у нас начала работать секция дзюдо. Это нас радует, что география именно, то есть уже начинает в республике расширяться. Кстати, вы одни из первых, кто начали развивать данный вид спорта уже с детского сада. Эта работа сейчас продолжается? Да, у нас эта работа идет, и она на сегодняшний день очень востребована. Мы буквально в этом году вроде как хотели, ну то есть из-за нехватки тренерской, из-за грузки тренерского штаба, то есть хотели вроде как прервать немножко, но как бы совесть нам не позволила, что данный проект запущен. И уже третий год мы на базе детского сада «Елочка» в городе Черногорске реализуем. То есть дети с удовольствием идут, и все-таки мы оставляем, мы будем исходить, изыскивать возможности, сохранять эту традицию, потому что не только в садике, в данном новом объекте мы уже планируем создать группу, группу акробатики с элементами дзюдо планируем, то есть где будут заниматься дети 4-5-6-7 лет, для того, чтобы нам уже в этом возрасте, потому что идет, ну, желающих очень много родителей, которые обращаются именно уже пораньше отдать. Ну, мы всегда, я тренерскому штабу говорю, не нужно форсировать, то есть, ну, мы находим варианты, схемы работы для того, чтобы удержать все-таки детей, заинтересовать их именно нашим видом спорта. Ну, и вот прорабатывается сейчас программа именно секция акробатики с элементами дзюдо, то есть мы будем развивать те качества у ребятишек, которые нам необходимы. У нас второй также идет проект уже второй год, это специализированный спортивный класс дзюдо. На базе также такие черногорской школы номер 19 у нас уже, мы имеем две параллели класса дзюдо, то есть это у нас второклассники, второй год уже, которые идут, и также в 2017 году, в сентябре, еще один первый класс набирали. То есть сейчас два спортивных класса у нас, две параллели, они как бы двигаются. И, в принципе, родители, школа, и мы как бы довольны тем результатом, который мы имеем от них сейчас. Вячеслав Сергеевич, как Вы уже сказали, лучшим стимулом для ребят заниматься данным видом спорта служат соревнования, которые проводятся в нашем регионе. Вот в текущем году много ли таких турниров будет проходить в Хакасии? Имеются традиционные для нашего региона наши турниры. Это в городе Сайногорске, вот он буквально проходил в марте месяце, мы проводим региональный турнир памяти Владимира Рабоича, он уже прошел 32-й раз. В январе проходил в Черногорске региональный турнир памяти Ивана Турбина. То есть на май месяц у нас запланировано, 18 мая будет межрегиональный группа. Мы ожидаем участия также иностранцев, это Республики Казахстан. Будет проходить межрегиональный турнир памяти основателей дзюдо в городе Черногорске, Владимира Павла Никитича Садовского, Виктора Николаевича Шубина и Александра Васильевича Рязанцева. То есть ожидаем порядка 400 участников. Это то, что у нас планируется на весенний период. Осенью мы также примем всероссийские соревнования до 18 лет, официально являющиеся с отбором на первенство России. Это на призы физкультурного общества «Сельский спорт». То есть и уже в этом году из официальных это все, но и порядка также 15 турниров мы в любом случае проводим. Каждый месяц у нас какой-то возраст проходит именно на своем татаме мы проводим мероприятия. Очень важно, то есть я всегда говорил, что важно проводить у себя, чтобы к нам другие территории ехали. Всегда сложно вывести 50 человек. А задействовать лучше 150 здесь у себя, и пусть к нам приедут приезжие. И мы ставим эту задачу, повышаем уровень проведения соревнований, то есть конкуренцию, призовой фонд для того, чтобы к нам ехали. Вячеслав Сергеевич, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин